Здравствуйте, уважаемые посетители и читатели портала armtor.ru, журнала Вестник Арматура Строителя. Мы продолжаем серию видеорепортажей с выставки ГАЗ-НЕФТЕХНОЛОГИЯ ГУРОД УФА. И сегодня презентуем вашему вниманию встречу компании «НТАПРОМ». Компания, которая произвела локализацию, которая выпускает сегодня уникальные типы трубопроводной арматуры, о которых подробнее нам сегодня расскажет заместитель генерального директора Кадыгров Владислав Евгеньевич. Подробнее, пожалуйста, о вашей марке и, конечно, о экспонентах, которые вы представили в рамках выставки. Добрый день, уважаемые коллеги. И хочу сказать, что наша компания, в принципе, уже достаточно давно занимается арматурой Деколог. В России в этом году мы локализовали производство. Это арматура небольшого диаметра, в основном применяется для киповской обвязки, то есть диаметра до 50 мм, для достаточно высоких давлений. То есть номенклатура достаточно большая – это фитинги, шаровые краны, игольчатые клапаны, обратные предохранительные клапаны. Как я сказал, в этом году мы локализовали производство. Производство находится в Подмосковье, в городе Лобни. Делаем всю линейку фитингов, шаровых кранов, игольчатых вентилей, вентильных блоков. У нас есть достаточно большие преимущества и по ценам, и то, что по программам импортозамещения наша арматура имеет преимущество в текущей геополитической обстановке, скажем так. Владислав Евгеньевич, а кто сегодня является Вашими основными потребителями, именно из крупных, конечных потребителей? Из крупных потребителей мы очень много работаем с предприятиями, которые делают оборудование крупное для Газпрома, для Роснефти, то есть заводы-производители крупного блочного оборудования, газораспределительных систем, блок Доризации, они используют в основном арматуру как раз ДКЛОК. Что Вам дал этап локализации? Ну, понятно, что это сократились сроки производства, понятно, что снизилась себестоимость продукции. Какие-то еще Вы можете отметить факторы, которые сегодня благотворно влияют на Вашу продукцию? Ну, факторов достаточно много, то есть, в принципе, это позволяет нашим клиентам и посетить наше производство, увидеть, как все это производится, сколько внимания мы удивляем качеству продукции. Вот, можно увидеть своими глазами, посмотреть, и, соответственно, когда увидишь все это, потрогаешь руками, понятно, что сразу повышается уровень доверия к изделиям. Зачастую говорят, когда переносят производство в Россию, ну, это бытовал такой слух, что качество падает, потому что сборка российская оставляет желать лучшего. Развеете, возможно, этот миф? Мы как раз очень большое внимание уделяем качеству, то есть, мы обязательно производим очень тщательный входной контроль всех комплектующих, вот, на всех этапах отслеживаем качество изделия, то есть, очень внимательно к этому относимся. Замечательно. Еще один такой вопрос, связанный, наверное, с Вашими планами, как вот Ваше производство сегодня организовано, что оно собой представляет? То есть, это производственный цех, это сборочное производство, что-то Вы уже сами делаете? Ну, на данном этапе это, по большей части, конечно, сборочное производство, то есть, в основном, используются компоненты пока корейские, естественно, процент локализации будет повышаться. Ну, на данном этапе, допустим, по шаровым кранам мы производим сборку из комплектующих, опрессовываем, то есть, проводим испытания на герметичность этого оборудования, делаем маркировку и, соответственно, эти изделия уже поступают к нам на склад в Московской области. Ну, в планах, я так понимаю, повышение процента, конечно. Естественно, конечно. Все невозможно сразу сделать, постепенно мы будем повышать процент локализации, есть определенные планы на этот счет. Как Вы сегодня можете оценить рынок троупроводной арматуры, особенно в свете последних событий, роста, скажем, доллара относительно к рублю, и в том числе программы импортозамещения? Ну, естественно, все последние события в нашей стране, они привели к тому, что конкуренция повысилась, часть, естественно, проектов больших нефтегазовых компаний, они были, скажем так, немного сокращены, поэтому конкуренция растет, соответственно, это влияет, в принципе, и на качество изделий, то есть за счет того, что все стараются произвести наиболее качественные изделия, и конкуренты с некачественными изделиями, они постепенно теряют свои позиции. Один из последних вопросов, Ваши планы на 2016 год, какие у Вас сегодня строятся планы, ну, собственно говоря, чего нам ждать от Вас, каких новинок? Ну, планы, в принципе, у нас сейчас с начала года, это, конечно, мы целиком полностью занимались локализацией, сейчас проходят различные аудиты предприятия, сертификация по разным, ну, получение различных сертификатов на российскую сборку именно изделий, поэтому у нас очень много чем заняться в этом году, и, думаю, постепенно мы будем расширять линейку локализованных изделий в России. Чтобы с гордостью говорить, что это российский продукт с российскими корнями уже. Ну, естественно, я думаю, постепенно мы, может быть, будем какие-то свои изделия вводить, разрабатывать обязательно. Добрый день. Спасибо Вам большое. Спасибо. Напоминаем, что сегодня на наши вопросы отвечал заместитель генерального директора компании «НТАПРОМ» Кадыбов Владислав Евгеньевич. Владислав Евгеньевич, еще раз благодарю. И в заключение, Ваши пожелания партнерам и тем, кто выбирает Вашу продукцию. Желаю, чтобы текущий год, хоть он и не простой в экономическом плане, сложился для Вас самым наилучшим образом, чтобы складывались долговременные деловые отношения, ну, и чтобы покупали изделия доколог и, в общем, участвовали в программах импортозамещения с нашими изделиями. Нет словом, о качестве, которое доверяет профессионалам. Спасибо. Удачи и новых поколений. Спасибо. 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 Спасибо.